Следующая особенность касается старшеклассников и школьников. Прежде всего нужно сказать, что учатся здесь в гимназии 13 классов. При этом школьники и, например, их родители сами решают и могут остаться на второй год по собственному желанию. Делается это обычно так, если у вас прошел год и, например, у ребенка были плохие оценки по курсу английского или информатики, вы решаете подтянуть этот курс еще раз, пишите письмо на имя ректора и просите, чтобы ваш ребенок остался в этом классе на второй год. Оставаться по желанию на второй год можно два раза. Но поверьте, если бы было разрешено делать это больше, люди оставались бы и по 4 и по 5. Это не считается зазорным. Ребенок остается на второй год, подтягивает тот предмет, который ему необходим и переходит в следующий класс с лучшей оценкой. Такая вот особенность. Но на этом все не заканчивается. В старших классах, в 12 и 13, ребенок может сам выбирать себе предметы. Основные предметы остаются, это, как правило, дойч, математика, физика, смотря какой направленности гимназия. Ну а некоторые предметы он может исключить и заменить теми, которые ему пригодятся в будущей профессии. Ну, например, моя дочь в свое время отказалась от французского и географии, заменив эти предметы на биологию и химию. Это делается по желанию ученика, и он как бы сам составляет себе план посещения школы. Более того, в 13, в последнем классе, нахождение ученика в школе не обязательно. Ему достаточно сдавать тесты и к своему последнему абитуру, то есть к основному экзамену, он может готовиться дома и прийти непосредственно во время сдачи самого абитура. Получается, что немецкие дети заканчивают школу в 20, 21, а порой даже и в 22 года. В старших классах детей учат уже по системе, близкой к университетам. Их подготавливают к тому расписанию и к той программе, которая будет у них в университетах после окончания. Ну, а о том, что практически каждая школа, кроме того, что имеет свои баскетбольные и футбольные команды, имеет еще и такую особенность, как школьный оркестр. Об этом мы поговорим в следующий раз. Такие вот особенности.